доброе утро теперь по болезням к ребенку все-таки приезжал приезжала врач делают сейчас экспресс-тесты то есть это такие тесты вот она зашла врач она сразу сделал я стою просто сама такая вся в тумане они берут этот тест и пока она сидит дальше общается там заполняет в общем этот тест уже готов и они тут же смотрят что тест отрицательный у ребенка то есть коронавируса нет коронавируса нет но обоняния тоже нет уже несколько дней вот так вот первые два дня у него была 38 температура и потом мы избивали все я например так быстренько без всяких этих теперь ему 36 36 нам сколько 3 36 и 6 36 и 7 такая все нормально хорошая температура вот поэтому я и звонила и отменяла скорую думаю ну что их тревожит лишний раз они замотались они действительно вымотались и везде сейчас такая ситуация что ну врачи нет у нас допустим да и в других городах и есть люди которые мы действительно тяжело которые действительно которые действительно в тяжелом состоянии я чувствую смотрю прям вот рядом у нас по нашим участка идет дяденька с ребенком с речкой вот прям у меня вот тут перехода на меня посмотрел это не не знаю может это соседи я вот не знаю как люди понимают то что забора нет значит можно вдоль и поперек по участку ходить тем более я стою тем более сосед наверное я не знаю ну как бы они знают что это наш участок я не знаю если мне надо будет куда-то пройти я все-таки пойду по дороге да но не по соседскому участку как так интересно идет главное меня так посмотрел и и и дальше прям прям вот здесь вот ряда вообще такие люди интересные да кого-то так и надо кому-то у нас тут дорогу через наш участок интересно ну хотя бы здрасте сказал бы да как-то для приличия сосед интересно с речки рыбу ловил с буром с этим с ящиком кстати иногда бывает такое не сказать чтоб часто вот забора ты нет и смотри что одни кто-то идут тут прям вот по участку прям идут с этой стороны где дом и мы здесь стоим ходим и они прям только хоп вот так вот прям поперек куда надо туда а я все мне всегда вот это вот так возмущает хочу люди не понимают что это чей-то участок и раз им надо вот куда-то туда дальше пройти значит надо идти по чему-то участка у меня всегда я тоже сможем когда вот стоим вот и иногда проходят тоже такие первых хоть здрасте сказали бы уже чешут вот так как будто так и надо ну а им вот так вот удобно наискосяк понимаете вообще ну хоть поздоровайтесь когда вы видите люди стоят а ведь видно же что это все хозяйство вот дом там вот козы вот сенек вот сарай вот тут у нас ну видно что это один целый участок да вообще нет меня возмущает что хотя бы здрасте сказал и все ладно что-то я зависла в общем у ребенка к вида нет обоняния тоже нет интересная картина вот температуру сбили температуру ты уже нет его уже ну хорошо остался чувствовать когда ну а как хорошо относительно когда врач уже пришла естественно лучше чем когда была температура 38 ну а с ребенка что-то с ребенка сына до которым ведь нас это он откуда знаете эти диагнозы она же знаете врачи им самое главное написать бумажки писать 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 заполнять заполнять им некогда с пациентами разговаривать вот им самое главное там написать и отписаться что с ним как я буду что там с тобой не знаю чего вот рецепт она им написала просто на листике без всяких печати без всего и вот с этим рецептом получать лекарства не то что бесплатно получать а в смысле антибиотики допустим без этой бумажки не дадут вообще и за деньги не дадут сейчас знаете такая ситуация что антибиотики не продают вот в такую ситуацию поставили людей я типа вот что я передать смотрел гордон как раз был тепел мы привыкли наши люди жрут антибиотики прям пачками коробками едят и едят прям вот такими словами так и говорили понимаете вот беда у нас не врачах безграмотных беда а то что да я прям просыпаюсь душит я не жрала давно антибиотиков да дай-ка я их такие тоже интересные вот и сейчас поэтому их не продадут и человек вынужден вот сколько два дня на третий только к моему ребенку к вечером приехал врач но мы мы-то уже мы-то уже сто раз говорил у меня есть ковидная схема мы уже сразу я ему купил вот это вот все что нужно только без антибиотика вот а когда человек будет сидеть ждать по три дня и ну мы ему сбили температуру то есть она у него 36 и 7 все здесь пугаться-то особо нечего вот а у кого температура допустим как у моего мужа она упорно прям все ползла и ползла вверх вот так и люди вынуждены будут по несколько дней сидеть ждать то ли эту скорую то ли этих врачей и потом только еще на следующий день пойдут за лекарствами понимаете антибиотики а назначила азитромицент и серьезный такой антибиотик зачем я не пойму если у него к вида нет температуры у него уже нет то есть температура нормализовалась он уже в таком но более-менее состоянии и пить и пачки ну вот прям это все вот как по к виду ну вот так что вот у меня тоже ломки ломки продолжаются я прям вообще такая знаете когда ломит мышцы что-то еще температура уже тоже 36 и 7 нормально 36 и 6 но такие ломки ломать добрый день еще раз замечательные подписчики уважаемые зрители чуть так у меня все мысли сбились я как увидела этого человека который прошел мимо меня по посмотрел на меня и отвернулся такой пошел дальше и как будто так и надо я забыла про что я хотела сказать постояла чего-то так поразмышляла так у меня и не включилась все и я я пошла домой такая ошарашенная не знаю у вас тут я так сильно выступаю или как бы у вас ходят чужие люди там соседи по через ваш двор по вашему двору ну просто потому что им так удобно они не хотят идти по дороге а через вас им быстрее и удобнее вот так вот наискосяк не знаю в общем так и не собрала я в кучу свои мысли не хочется мне лишний раз говорить о болезнях не хочется мне видео за видео выпускать я конечно понимаю что ну допустим если бы это была какая-то лично там моя болезнь или лично болезнь кого-то из членов семьи ею лишний раз бы и не показала потому что ну у всех людей заболевания разные все разные ну и зачем смотреть что-то про болезнь и все время но поскольку это такая ковид я пока это имею ввиду да но поскольку это такая вообще уже теперь всеобщая проблема и просто вот так вот отмахиваться ну не получится видео я упоминаю да все равно упоминаю есть такие которым это не нравится пишут мне комментарии вы то не все видите да вы так увидите вот это видео и что под видео комментарии а есть еще другие видео и где там чё только не наляпают мне вот но несмотря на то что нравится или не нравится я понимаю что это вообще такая проблема и иногда это просто страшно и не безосновательно страшно поэтому поэтому я все равно говорю почему поэтому упоминаю видео и для чего я вам говорю как я поступаю как я звоню туда как я звоню сюда я же не просто так говорит я вам хочу показать для тех кто еще не столкнулся для тех кто еще думает что ну как мы все думаю мы все думав что что несмотря на то что эпидемия там пандемия мы все думаю, что это как-то вот мимо нас, оно всё равно вот так вот мимо проскочит. Ну нет, понимаете, а вот бывает, что раз и тебе в лоб. И опять это, как всегда, у нас неожиданно. Правда же? Ну, с одной стороны, это и правильно, что, ну, зачем проецировать всё на себя, всё то, что происходит там где-то у того, у сего, у соседа, у кого-то там ещё в городе, да? Это тоже правильно. Но сейчас не то время, да? Поэтому я и рассказываю всё, как происходит это у нас. Потому что мы привыкли, что, как бы, ну, это врачи, это что-то ещё, там, нам должны, нам, ну, что должны, но, видите, сейчас это не работает вообще. Такая бедственная ситуация, да? 21 века, как будто война какая-нибудь. Не дождёшься помощи, не дождёшься специалиста. Вообще, люди умирают, так и не дожавшись там у каких-то врачей. Что касается ребёнка, как я уже сказала, смутно, смутно, я пыталась, я пыталась, но меня сбили с мысли, я не виновата. То есть, тест отрицательный, у ребёнка уже шестой день, нюх, нюх, обоняние так у него и не вернулось, обоняния нет, тест отрицательный, ничего она не написала, ни на бумажке, что это такое. Я говорю, ну, тебе надо было спросить, он, ну, откуда, я знала, ну, откуда ребёнок, правда, знает, что надо с врачами прям, с врачами прям вот так вот разговаривать. Это я-то уже знаю, поэтому я обзвоню там многие организации, да, не в скорую, так врачу-не к врачу, так опять в скорую. А он откуда знает, что вот так вот, человек-то думает, что к нему придут, они должны ему посмотреть, должны ему рассказать, должны там поставить диагноз, а всё не так. Вот для чего я вам всё это и показываю. В общем, как я думаю, у нас просто, ну, если не ковид, хотя тоже непонятно, у ребёнка нет обоняния, у меня дикая ломота в мышцах. Прямо несколько дней я сидела на обезболивающих, потому что это непросто, ну, я не могу потерпеть там что-то, прям очень сильно, хочется стонать. Я понимаю, да, ломота бывает и при обычных вирусах, но когда температура 38-39 и больше, но никогда 37 или нет температуры, а у меня всё равно вот так вот сильно ломит мышцы. Вот. И нас накрыло это всех вместе, если в первый раз у нас папа заболел, мы с детьми даже прям героическими даже не чихнули никто ни разу, а сейчас папа наш здоров, слава богу, и все прям, я и все дети, один только ребёнок ещё переболел неделю назад, ну, как переболел, два дня была температура, всё, потом, ну, так, немного насморка у нас заложен, немного кашель, вот. А сейчас всё то же самое у всех нас с разом. Это говорит о том, что когда прям накрывает всех разом, это вирусное, вирусное заболевание. Но что у меня очень сильно звучит, вирусное заболевание, оно лечится без антибиотиков. Здесь же она ему назначила, плюс к тому, что она назначила там от горла всякие препараты там в нос, плюс она ему ещё назначила азитромицин, азитромицин это такой серьёзный антибиотик, который выписывается в том числе и при ковиде. Я не поняла вообще, есть ли у него ковида, нет. Если это, ну, просто какой-то ОРВИ, допустим, может быть, она хотела написать, что... Может быть, это какое-то другое просто ОРВИ. Но так вирусы, они не лечатся антибиотиками. Я вот это вообще не понимаю. А причём такую, ну, серьёзную, ни одну пачечку. Это не понимаю. У ребёнка прошла уже температура, у ребёнка, ну, состояние стомбильное, стомбильное, оно нормализовалось на тот момент, когда уже врач пришла. Зачем антибиотик? Да ещё такой серьёзный. Да ещё в такой дозе. Я не понимаю. Я ему сказала, в общем, не пить антибиотик. Я даю своим детям заместный антибиотик, и когда они болеют, ну, когда, если там что-то с температурой, я даю противомикробное действие, противомикробное средство, бисептол, чтобы каждый раз... Вот дети бывают часто болеют, да, чтобы каждый раз не давать антибиотик. Антибиотик я даю просто бисептол. Вот, и это сильно помогает. Ну, если болезнь, конечно, сильно не затянулась, бывает, бывает, ну, поболел по-быстренькому, даже с температурой, но как-то это всё легко прошло. А бывают такие, знаете, затяжные такие болезни, прям затяжное такое состояние, что никак не выберется ребёнок из этого, тогда, конечно, вот прям в таких случаях редких даю антибиотик. В общем, я сказала ребёнку, чтобы он антибиотик не пил. И плюс к тому я ему уже, как я уже сказала, я ему сразу дала вот это вот ковидное лечение. То, что требуется. Меня просят, и не один раз просили, и под прежними видео просят люди дать эту схему ковидную. Мне, конечно, не жалко, мне, ну, вы меня поймите. Давайте я, я её всё-таки выложу, эту ковидную схему, да, и, а сейчас я немножко поясню. Я сделаю комментарий, закреплю этот сверху комментарий, и я всё-таки к этому немного поясню. И, ну, каждый человек должен понимать, для чего я вам показываю, что мы звоним, звоним туда-сюда, не просто так мне видео не о чем снимать. Когда приезжает скорая или врач, они выясняют, в первую очередь, они выясняют, какие хронические болезни есть у вас. Обязательно нужно добиться, в первую очередь обязательно нужно добиться, чтобы приехал врач, чтобы вас лично посмотрели. не взять эту схему из интернета, хотя понимаю, что... То есть, ну, давайте скажем так, что вы всё равно при этом, даже при наличии схемы, при наличии лечения, вы должны всё равно добиться, чтобы приехал врач, вас посмотрел, обязательно вас должен прослушать, и после этого начинать лечение. Вообще-то, конечно, это так правильно. Но поскольку я знаю на себе, что люди не могут дождаться, не то, что день-два, а не могут дождаться лечения неделями, то есть, пока приедет врач, уходит несколько дней, пока они берут тест, пока они делают этот тест несколько дней, потом уже человек либо выздоравливает сам по себе, я знаю, и врачи вдогонку всё равно назначают этот антибиотик серьёзный в такой большой дозе. И либо человек уже, ну, очень сильно впадает в такое тяжёлое состояние, поэтому я вам сейчас назначу... Назначу? Врач всей Руси раздаёт лечение. Дам схемы, которая, в принципе, и является схемой при лёгком лечении ковида, причём она может быть и не только при лёгком течении ковида, она может и при других вирусных, и вы можете это пропить просто как для профилактики, вот так вот, допустим, сейчас в зимний период, ну, критические такие, да, какие моменты, это осень, весна, допустим, когда у человека иммунитет очень сильно ослаблен. Это обязательно жизненно необходимые витамины, витамин С шипучий, именно шипучий, такие большие таблетки, которые растворяются в воде, и такие ощущения, они очень сильно шипят, как шипучки. Почему объясняю? Потому что написала ребёнку, я им перевела денег, он пошёл покупать эти препараты и купил витамин С какой-то, я говорю, какой он разве шипучий? Он, нет, купил в капсулах. Я говорю, я тебе для чего написала, чтобы он был шипучий? Просто так, что ли, я написала? Потому что в шипучем, ну, сильная концентрация, сильнее концентрация, чем в других там каких-то, не надо покупать какие-то аскорбинки, там, не кругленькие, не такие таблетками, именно витамин С шипучий, который растворяется в воде. Пить его 5 дней, ну, во время еды, это вы уж сами посмотрите, почитайте вот эти все. Витамин С, аевит, витамин Д, который является просто жизненно необходимым витамином, они все, в общем, служат, как очень сильно они работают на укрепление иммунитета, что очень важно. А знаете, что актуально, тем более сейчас, ковид, он, ну, сами врачи говорят, да, как вывезет организм, как сработает иммунитет, либо организм вообще ничего не почувствует, будет бессимптомный, вообще очень легко. У меня есть и такие знакомые, у которых температура поднялась, сама она спала, и только потом, тест показал, что у них ковид, и у них прошло это вообще без всяких лечений, бывает такое, а бывает, что и очень тяжело, то есть это как вывезет ваш иммунитет. Ну, это и есть схема, которая очень сильно укрепляет иммунитет. Так, витамин С, аевит, витамин Д, из витамина все. Вот это и есть, ну, такое, в принципе, схема, которая подходит для легкого лечения. Ну, тоже здесь, не забывайте, я вам уже объяснила, что вы должны все равно добиваться врача. Как это делала я? Не туда, звоните куда угодно, лишь бы куда дозвониться. Бывает, не берут трубки, бывает, бросают трубки. Очень сильно помогают, я не знаю, на какие-то горячие линии, очень сильно помогают, прям как, прям волшебный пинок, когда в министерство звонишь, и там оттуда им ставят хороших, и прям действительно, как-то производительность труда, она увеличивается. Вот. Смысл в том, чтобы звонить, звонить, я вам про это и говорю. Нужно обязательно о себе напоминать, 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 чтобы не было, ну, чтобы вы не ждали неделями прихода этого врача. Конечно, лучше, чтобы посмотрел врач, это понятно, но иногда мы просто не можем дождаться врача, если придет врач, то какой-то безграмотный, бывает и такое. Вот. Эта схема, в принципе, при легком течении болезни. Ты чего врач? Ну, надо знать, есть у вас пневмония или нет, понимаете, потому что если в пневмонии, то там добавляется еще антибиотик. Должны, вот как мой ребенок, ничего не спросил, ничего, ну, откуда он знал, он думал, это врачи, он думал, врачи приедут, расскажут, там все, все ему станет понятно, а нет. Вы сами должны быть требовательнее, должны быть требовательными, должны быть настойчивыми, да, и навязчивыми, потому что если вы не проявите эту навязчивость, вы можете так никого и не дождаться, а человек войдет уже в тяжелое состояние. Так вот, если у вас есть пневмония, конечно, важно знать и степень поражения. К легкому течению болезни относятся и гриппферон, это капли в нос, которые также поднимают иммунитет, гриппферон или орбидол, или ингаверин, ну, не знаю, я думаю, лучше ингаверин, который тоже является, ну, противовирусным препаратом, то есть туда же к этим витаминам добавляем гриппферон и ингаверин. И сюда же уже идет, очень важно, знаете, что люди погибают от тромбоза, кровь становится густая, у кого инсульты, у кого инфаркты, и вроде бы у него прошел ковид, а он раз, человек после этого и умер. Ставят, конечно, диагноз ковид, ну, что значит ковид? Ковид – это обычный вирус, от этого не умирает, умирает от осложнения, а осложнения у всех разные. Но вот очень часто, очень часто, что образуются тромбы, и человек просто погибает. Важный препарат – Эликвиз, который идет как профилактика от тромбоза, то есть он не дает тромбам образовываться. это дорогой препарат, одна эта упаковка стоит 2,5 тысячи. Вы начинаете пить, там, по две таблетки этого Эликвиза, по две таблетки в день, с утра и вечером. И смотрите, даже, допустим, первое время было тяжело человеку, потом ему вроде стало легче. Эликвиз не бросать все равно, даже если стало легче, даже если человеку стало нормально, месяц его так и нужно пить. Эликвиз – это препарат, который от тромбоза, это очень серьезно, нельзя. Вот нам, когда сестра мужа, она присылала эту схему, она прям со склицательными знаками, прям вот это вот, вот это обязательно, нельзя его вообще никак исключать оттуда, мне кажется, лучше можно исключить какой-то другой препарат, но ни в коем случае не препарат от тромбоза. У моего мужа было состояние средней тяжести. Сейчас я расскажу, как лечить состояние средней тяжести. Витамины Эликвиз, грифферон, ингаверин, все то же самое, только туда добавляется азитримецин 6 дней. После азитримецина идет цевтриаксон. Идет цевтриаксон, и там уже в зависимости от тяжести, пневмонии, цевтриаксон, делаем, вы понимаете, если антибиотик, то делается, принимается препарат, ставится уколы в одно и то же время, допустим, в 8 утра, в 8 вечера, в 9 утра, в 9 вечера. Понятно, интервал вот такой вот. И сначала пропивается азитримецин, после этого переходит на уколы. И здесь уже от тяжести, от процента поражения легких, процент поражения легких, мы, допустим, так и не знали. Мы ориентировались на температуру, потому что температура сразу не проходит. Температура гуляет может неделю, может две недели, может три недели, туда-сюда. И, естественно, если у вас температура, вы начинаете колоться в триаксон, если температура проходит, вы колите, допустим, 6-7 дней. Если температура не проходит, вы колите 10 дней. За это время она начинает проходить. И очень важный препарат для средней тяжести, это когда и для средней, и для тяжелой, особенно когда человеку уже становится тяжело дышать, понимаете, когда поражение легких, человек задыхается. у моего мужа такой отдышки не было, он не задыхался, но было все равно трудно. И колем также диксаметазон. Диксаметазон по 8 миллилитров очень облегчает и очень после этого ему становилось лучше, после этого укола диксаметазона начинает спадать температура при температуре при ковиде именно процетамол. Вот почему-то именно процетамол действует лучше всех препаратов при ковиде. То есть даете жар, жаропонижающая и колите диксаметазон и прям очень хорошо, очень явное облегчение становится. Диксаметазон колите также смотря по состоянию или неделю, но неделю первую это вообще обязательно, просто обязательно. и если дальше ну допустим если средняя тяжесть так сразу за неделю ковид не пройдет. Это нормально то, что он будет гулять 2 недели 3 недели человеку то немножечко вроде лучше то опять ему очень плохо вообще плохо и задыхается вот и если за эту неделю такого облегчения не было значит продолжайте еще неделю. Это это средняя тяжесть. Конечно если уже у вас в тяжелой степени заболевания вам нужно обязательно добиваться госпитализации. я вам рассказала но при этом вы понимаете что если прям состояние человека я понимаю как это может быть ну вообще жутко просто да человек может ну вот сам ну как в войну да человек может просто не дождаться врача и не день и не два и не три и не четыре и не пять и не шесть и врач понимаете не приедет. это я вам говорю вот для таких случаев потому что если ковид если состояние сразу плохое то нужно лечение очень важно очень важно это ну убрать это состояние сразу потому что человек не впадет в такое тяжелое состояние ему будет значительно легче переносить то есть в самом начале если вам еще прям не так плохо не так сильно но подозреваете допустим что ковид начинайте вот эти витамины грипферон эликвиз ингаверин обратите внимание обязательно кому-то нужно будет долечивать легкие кому-то нужно будет долечивать почки вам врач который сейчас приходит он вам не скажет допустим которого вы вызовете почему-то им вообще все равно что там с человеком что потом убьют эти антибиотики вот вы должны это выяснять сами то есть идете проверяете почки печень желчный обычная картина у моего мужа стала после этого болеть печень сильно сначала ну как всегда не обращаешь внимания когда уже после месяца уже идет второй месяц вроде как стал восстанавливаться после болезни но начала болеть печень это обычная картина люди выписываются из больниц и потом идут лечить печень он естественно позвонил опять своей сестре кто не знает я упоминаю мой муж заболел ковидом недавно он перенес ковид у него было средней тяжести врачей мы не могли дождаться там сколько-то дней пришла врач она непутевая и сразу мы обрастились к сестре моего мужа она врач и ну вот после всего когда уже выбрались из этого состояния у него стало не сразу а не сразу а стало болеть печень очень прям все уже не проходит уже долго усиленно уже неотступно уже вот так вот понимаете уже без перерыва ну естественно тут поняли что дало на печень это это нормально печень после этого увеличена желчная после этого увеличена муж пошел на УЗИ у него увеличено правое по-моему у него увеличено правое легкое по-моему ну чтобы не идти к врачу гастроэнтеролога у нас нет и чтобы не идти к этим к нашим несчастным терапевтам. Он опять позвонил сестре. Сестра сказала, ну что от печени. Эссенциале форта, да, там есть еще какой-то дешевый аналог. И гептрал. Она сказала, ну, можно эссенциале, и можно что-то дешевое, но лучше всего вот этот гептрал. Он стоит 1800. Ну, ничего не поделаешь. Можно купить и за 200 рублей лекарство. Ну, не знаю, кто... Не дешевое, хочу сказать сразу. Не дешевое это лечение. Не дешевое. Поэтому уже здесь нужно вылазить из этого, изо всех сил. Мне еще когда до моего мужа говорили, что печень, да, у людей очень сильно болит потом печень, и не просто так поболела, потом сама прошла. Нет, нужно серьезно заниматься потом всем этим после этого. Так, я не знаю, я, наверное... Очень важно, не забудьте. Вот, допустим, когда приходила врач к моему мужу, и ликвиз она не назначила. То есть от тромбоза. Она увидела, что у меня здесь на столе уже куча лекарств. О, да, это хорошее. Это хорошее, но тем не менее, она его так и не назначила. Она писала там свой список лекарств. Так что, вот, если к вам придут врачи, и... Ну, если все-таки вы заболели, если все-таки вы дождались врача, и если все-таки врач назначил лечение, но там не будет никаких препаратов от тромбоза, от тромбоза, знайте, он нужен обязательно. Ну, надеюсь, что я все изложила. Наверное. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Пока вы дожидаетесь врача, вы спокойно можете применять вот эту схему для легкого течения болезней. То есть не ждать, пока приедет врач и назначит вам лечение. Даже можно это сделать сейчас для профилактики. Но дело в том, что препарат витамин D, допустим, совершенно точно у нас, допустим... А нет, хотя, этот... Ребенок купил витамин D. Да, уже есть, появился. Но может и не быть. Если их нет, закажите, как сделала я себе. Я заказала в интернете. И очень важный момент. А витамин D... Не покупайте вот эти детские капельки, Аквадетрим. Это очень... Ну, не знаю, мне это не нравится. Витамин D, он лучше всего усваивается в масляной форме. И... Ну, как вам сказать, дозировка, она должна быть помощнее. Там нужно прям сразу препарат какой-нибудь на 5 тысяч единиц или на 10 тысяч единиц. Не пугайтесь, это такая дозировка идет, пишется на упаковке. 5-10, 10 единиц, это уже такая лечебная доза, но не менее 5 тысяч единиц. Если получится, посмотрите, это в обычных у себя, в аптеках. Может быть, что-то и найдете, но... Но... Но в масляной форме. Понимаем, что... Чем препарат дешевле, там меньше... Чем препарат дешевле, вроде хочешь сэкономить, но там меньше доза, и вам придется его больше пить, понимаете? И вам в итоге придется купить несколько упаковок дешевых или одну упаковку, допустим... Смотрите, чтоб дозировку, вот, допустим, мужу... Сейчас я покажу вам еще. Какой препарат я покупала мужу, но здесь, конечно, это очень мало. 2 тысячи единиц. Это мало. Ну, мало. Можно по 2 капсуле сразу в день, потому что это маловато. 2 тысячи – это просто детская доза, так, для профилактики деткам давать. А для взрослых, я почему-то думала, что 5 тысяч. Как я так видела, что здесь 5 тысяч. Это капсулы. Масляные капсулы. Вот. Да. Конечно, я себе заказала в интернете другие там и дозировка 5 тысяч, и это уже совсем другое там моя история. Вот. 2 тысячи – это очень мало. Нужно хотя бы 5 тысяч принимать. Хотя бы. Можно и больше. Вот. Если вы что-то заподозрили, если вас что-то тревожит, если вы чувствуете, что ваше состояние... Начинайте действовать по первой схеме.